А вы в курсе, что в школах Краснодарского края за парты в этом году сели 650 тысяч детей? Большинство учебных заведений отремонтированы, а в некоторых городах и районах края открылись абсолютно новые школы. В этом году таких на Кубани пять, до конца года в регионе появится еще столько же. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Всем ли хватило мест за партами в сочинских школах и как обеспечена безопасность в учреждениях образования? Эти и другие вопросы мы сегодня адресуем начальнику управления по образованию и науке администрации города Сочи Ольге Медведевой. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Здравствуйте. Рады вас вновь видеть в нашей студии. Спасибо, что к нам пришли. В этом году в Краснодарском крае построено пять школ, и одна из них в городе Сочи. В поселке Совет Кваджи 1 сентября в День знаний открыла свои двери абсолютно новая современная школа. Теперь наверняка места хватит всем, потому что корпус, который был там ранее, 84-й школы, он уже, конечно, не справлялся с той нагрузкой, которая появилась, которая была. Школа была основана в 1927 году, а построено здание, которое, к сожалению, не соответствовало Санпинам в 1961 году. На 130 мест оно было рассчитано, а в школе уже обучалось 220 человек. Конечно, это большой подарок для Лазаревского района, для северной его зоны. В школе сейчас обучается 290 человек, она на 400 мест, то есть у нас есть еще люфт. И появился долгожданный детский сад в северной зоне, которого никогда не было, на 60 мест. Бурные, бурные аплодисменты. Ключ от школы. Ну и еще одна школа, которая открыла свои двери на Кубани в этом году, это школа в хуторе Ленина. Туда 1 сентября, в День знаний, отправился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Новый учебный год открыли уроками мужества. На одном из таких побывал губернатор региона, он пообщался с учениками. Вениамин Кондратьев вместе с мэром Краснодара Евгением Первышовым приехал в новое здание 61-й школы в хуторе Ленина. Во время торжественной линейки глава региона поздравил ребят с Днем знаний и пожелал хороших отметок в дневниках. Мы сегодня говорим, что вы должны вырасти гармоничными личностями, раскрыть себе все таланты, состояться в жизни, стать успешными, определиться, кем вы в жизни будете. В каких условиях личность будет создаваться, такой эта личность и будет. Поэтому задача власти наша с вами сегодня создать условия в нашем крае. Я рад тому, что еще вместе с вами 9 новых школ в этом году примут своих учеников. Это достижение современной Кубани. В следующем году мы выполним программу по вводу еще дополнительных 5800 мест. Это будут такие же современные школы, с таким же оборудованием, с таким же насыщением. Школа в Хуторе Ленина – одна из пяти, которые на Кубани построили к учебному году. Остальные откроют свои двери до конца текущего года. Таким образом, в Краснодарском крае дополнительно появится более 8500 школьных мест. И это не просто новые помещения, а целые учебные комплексы. Например, в 61-й школе созданы современные лингофонные кабинеты. Классы оснащены для интерактивных занятий. Здесь будут преподавать даже робототехнику. Вениамин Кондратьев передал школе сертификат на покупку необходимого для этого оборудования. Отдельное внимание уделяется и физическому развитию. В новом здании школы Хутора Ленина только спортивных зала три, не считая футбольного поля на улице. В День знаний там сразу провели первый матч между командами старшеклассников и сотрудников мэрии Краснодара. Чиновники во главе с Евгением Первышовым одержали победу со счетом 5-2. За поединком наблюдал губернатор края. Вениамин Кондратьев поздравил всех участников матча и добавил, что подобные школы на Кубани должны стать обычным делом. Не меньше 10 школ мы должны строить каждый год. Это будет правильный. И на самом деле мы будем уверены в том, что будущее у нашего города, у нашего края, у нашей страны будет великолепным. Сейчас в Краснодарском крае работают более 1200 школ. Но новые места все равно необходимы. Количество первоклашек постоянно увеличивается. Только в этом году за парты село 70 тысяч детей. Ну, помимо новой школы, в скором времени появятся и пристройки к двум уже существующим учебным заведениям. Они строятся в таких очень быстро растущих, густонаселенных районах. Это поселок Дагомыс и микрорайон Макаренко. На какой стадии сейчас находится строительство и вообще когда нам ждать открытия этих новых корпусов? Строители только начали свою работу, но уже вышли из земли. И у нас также установлены рекордные сроки, как и 84-ю хотим построить за год с небольшим. И к 1 сентября 2019 года уже ввести две эти пристройки в эксплуатацию. Они будут рассчитаны на 400 мест. Это будут начальные школы к 15-й гимназии и к 82-й школе. Помимо этого идет планомерная работа по выполнению дорожной карты. И у нас полный пакет документов готов. Мы уже подали в край и школу на 800 мест в микрорайоне Мамайка. Это долгожданная школа, очень нужна она в этом микрорайоне. И пристройку к 11-й школе, она типовая, а также школа на 400 мест в микрорайоне Мацеста. До конца календарного года будут полностью подготовлены пакеты документов по школе в Амеретинке 1100 мест, с бассейном и детским садом на 360 мест, по школе в Красной Поляне на 400 мест, с детским садом на 80 мест. И наш проект замечательный на здании, которое находится по адресу Макаренко 8А. Мы его получили в собственность. Это будет школа на 1100 мест, будет капитальный ремонт. Планы, конечно, грандиозные, но уже сегодня, 1 сентября, за парты сели 8 тысяч первоклашек. Больше 64 тысяч детей пришли в наши сочинские школы. Мы бьем рекорды каждый год по количеству учеников. И это связано не только, конечно, с повышением рождаемости, но и с переездом на ПМЖ сюда семей из различных регионов нашей страны. Вот в связи с таким массовым переездом, массовым таким переселением, хватает ли всем мест за партами в наших классах? У нас другого варианта нет, места хватит всем, конечно. На сегодняшний день у нас 7800 первоклассников и уже почти 66 тысяч детей в наших школах. Взрослые и дети приходят в управление по образованию науки ежедневно. В течение сентября они еще будут переезжать в наш город. Вариантов у нас нет, за парты сядут все, но классы переуплотнены. В Центральном, Хостинском, также в Центре Адлера у нас наполняемость класса составляет 40-46 человек. В сельской местности, в школах Лазаревского района дело обстоит чуть получше. Мы не останавливаемся на достигнутом и работаем также с инвесторами. Понимаем, что невозможно будет посадить всех детей за парты, которые продолжают к нам приезжать. И у нас уже готовы инвесторские проекты на большие школы. От 800 до 1000 человек в микрорайонах. Северный склон, Бытхи, Фабрициус, Раздольная, Дагомыс. Ждем до открытия этих новых учебных заведений. Но хотелось бы вернуться к подготовке к учебному году. Как наши школы готовились к 1 сентября? Я знаю, что многие школы были отремонтированы, проведен косметический ремонт, в некоторых и капитальный. Расскажите об этой глобальной работе и кто в ней принимал участие. Из бюджета краевого и муниципального было выделено порядка 100 миллионов рублей на подготовку к новому учебному году. Мы ремонтировали кровли, санузлы, коридоры, спортивные залы. Мы готовились к осенне-зимнему периоду. Помимо этого оставались какие-то аварийные работы, которые не были, к сожалению, профинансированы. Мы обратились к шефам. Это традиционное обращение главы города. Он проводит встречу с шефами. И 22 организациям были оказаны такие услуги. И такая помощь была в течение лета предоставлена. Мы отремонтировали наши школы. Мы все полностью готовы к новому учебному году. Хочу отдельно сказать про 78-ю школу, которая находится в Лазаревском районе. Глава ее посетил в прошлом году. Сказал, что, конечно, ее техническое состояние требует колоссального ремонта. Из городского бюджета были выделены 15 миллионов. И мы за короткий промежуток времени отторговали и сделали ремонт в нашей 78-й, теперь уже обновленной, можно сказать, новой школе. Да, здорово, когда дети садятся за парты в таких прекрасных условиях. Но новый учебный год в Сочи и по всему краю, в принципе, открыли уроками мужества. Говорили в том числе о профилактике терроризма и экстремизма. И вообще в целом вопросам безопасности, конечно, уделяется колоссальное внимание. Мы все это прекрасно видим. И средства тоже огромные выделяются на эти цели. Расскажите, о каких суммах и методах защиты наших учеников, наших школ вообще идет речь? Давайте начнем, наверное, с вопросов безопасности. Это приоритетные вопросы и в крае, и в муниципалитете. Губернатор, главы районов не перестают говорить об этом и делать так, чтобы наши школы были защищены полностью. В нашем городе у нас полностью во всех образовательных организациях есть физическая охрана. Это лицензированные организации, их 17, они охраняют наши школы. Сумма беспрецедентная выделяется из бюджета города, 148 миллионов. Кстати, среди охранных организаций есть казачьи. И 76 наших организаций из 169 охраняются как раз казачьими чопами. На это обращает огромное внимание губернатор, и это тема множества селекторов в течение года. Помимо этого, помимо физической охраны, конечно же, в каждом образовательном учреждении есть кнопка тревожной сигнализации, она тестируется ежедневно. Есть автоматическая пожарная сигнализация, которая выведена на единый пункт охраны. И, безусловно, есть металлодетекторы и ручные, и стационарные. Видеонаблюдение – это особая тема для нашего главы города. И, поняв, что не весь периметр захватывают камеры видеонаблюдения, Антон Николаевич принял решение выделить дополнительные средства из бюджета в размере 28 миллионов для того, чтобы мы оснастили все организации дополнительным видеонаблюдением. В школах будет проведена эта работа до конца календарного года на сумму 13 миллионов. И все остальные организации – это учреждения доп. образования, наши детские сады – на сумму 12 миллионов также будут оснащены дополнительными видеокамерами в 2019 году. Вопросы безопасности школ Края обсуждали на заседании антитеррористической комиссии. В преддверии учебного года были проверены школы и детские сады во всех муниципалитетах и сделан вывод, что не везде охранники подготовлены должным образом. Руководитель региона еще раз напомнил о своем требовании доверить охрану учеников казакам. Давайте не будем входить в отговорки, они не нужны, еще раз подчеркиваю. Найдите, каким средством, каким способом сегодня. Задачу выполните, коллеги. Это ваша задача. Еще раз подчеркиваю. А говорит, показали, почему по нему не идете. Вот тогда я хочу сегодня услышать ответ. Я спросил у Николая Александровича Далуда, готово ли сегодня казачество взять полно всю стопроцентную охрану школ и детских садов. Он говорит, готово. Если вопросы по качеству, тогда вот, пожалуйста, у всех микрофонов включены, тогда обозначи проблемы по качеству охраны, если вы считаете, что там вот так. Но в молчанку, коллеги, играть больше не нужно, еще раз подчеркиваю, не нужно. Это слишком дорогая цена, еще раз подчеркиваю. Если мы, допустим, прорехи, в безопасности, в рубеже, который должен быть мощным и сильным. Рубеж, который будет защищать, в первую очередь, здоровье и жизнь наших детей. Уроки мужества Уроки мужества – это особая тема в нашей воспитательной работе. Инициатива Венемина Ивановича Кондратьева, нашего губернатора, прекрасная инициатива. Она здорово подхвачена была и выполняется во всех образовательных учреждениях края. Уже три года еженедельные уроки мужества проходят в наших организациях. Причем тематика единая на весь год для всех образовательных организаций. Первая неделя – это классный час. Вторая неделя – встречи, интересные беседы с ветеранами. Третья неделя – это выход на какое-то мероприятие в город. Мы несем пост номер один на памятниках и обелисках, посвященных жертвам, героям Великой Отечественной войны и других войн. Это великое дело по гражданскому и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Благодаря этому пошло такое, наверное, яркое развитие наших патриотических клубов. Гренадер, патриоты России, юные разведчики, юные моряки, конечно же, юная армия. А 3 сентября мы провели день борьбы с терроризмом, день солидарности. Мы, конечно же, вспоминали жертв Беслана. В каждой школе были проведены мероприятия, посвященные этой тематике. В городских мероприятиях мы приняли участие. И так как это день безопасности, в каждой школе были проведены тренировочные эвакуации. Вы уже помянули казаков, которые охраняют наши сочинские школы наряду с ЧОПами. Вот хотелось бы немного поговорить о казачестве. По поручению вице-губернатора Краснодарского края Николая Далуды, атамана Кубанского казачьего войска, в каждом районе города должна быть полноценная казачья школа. Какие учебные заведения обретут такой статус на курорте? И когда нам ждать открытия этих школ? У нас есть замечательная казачья школа, средняя общеобразовательная школа номер 10 в центральном районе имени атамана Белого. Но помимо этого в городе функционируют образовательные учреждения, которые развивают данное направление гражданского и патриотического воспитания школьников. Это 27 классов казачьей направленности, общей численностью порядка тысячи человек. И 158 групп казачьей направленности, общей численностью почти две тысячи человек. Мы переговорили с директорами, побеседовали с родителями, с учителями и поняли, что есть такая необходимость. Ничего нельзя насаждать, надо делать только с общего согласия и по общему убеждению. Тогда только мы приведем наше дело к великолепному результату. К статусу казачьей школы будет стремиться Адлерская, 49-я школа, Лазаревские школы номер 81, 78 и гимназия номер 9. Статус казачьей школы заслужить не так легко. Необходимо, чтобы в учреждении было 50% классов казачьей направленности. И мы могли бы большую часть, ну или хотя бы половину наших детей в этом образовательном учреждении воспитывать на основе казачьего уклада, казачьего воспитания, казачьих традиций. Но надо отметить, что в Сочи есть не только казачьи классы. В 83-м детском саду уже 8 лет работает группа казачат. Ну и накануне нового учебного года ее посетил вице-губернатор Николай Далуда. Смотрим сюжеты и далее вернемся к нашему разговору. Господин атаман, отряд казачат детского сада номер 83, встреча готова. Вице-губернатора края и атамана кубанского казачьего войска Николая Далуда встречают выпускники казачьей группы 83-го детского сада. А уже внутри те ребята, которых казаки будут посвящать в конце сентября. Они размещаются в отдельном здании. Здесь все как в настоящей казачьей хате. Предметы быта, домашняя утварь. Дети подготовительной группы знакомятся с культурой и историей казачества. Изучают кубановедение. Не только с воспитателем, но и с настоящим казаком-наставником. Возвращаясь к вопросу о том, не рано ли мы начинаем. Я скажу вам, мы, наверное, еще поздно начинаем. Потому что в казачьих традициях воспитание казака, казачки, начиналось с трехлетнего возраста. Все, что ребенку дается, дается в среднем до пятилетнего возраста. И все, что заложено в этот период, у него будет на протяжении всей жизни. Еще одна часть программы – основы православия. На территории сада даже есть небольшая часовня – храм в миниатюре со всей атрибутикой. Идти в группу казачьей направленности никто не заставляет, рассказывают Николаю Далуди родители. Напротив, желающих погрузиться в историю и культуру региона становится только больше. В группе прошлого года было порядка 30 казачат. В новом наборе уже более 40. Казачья группа в детском саду – явление уникальное для края, отметил вице-губернатор. Сочинский опыт должен быть обязательно распространен по всему региону. Такого детского садика, честно говоря, я нигде пока не видел. И, собственно говоря, в таком детском садике я не бывал еще. Поэтому я буду, где бы я ни был, я буду всегда приводить пример в плане организации вот этого казачьего обучения в этом сочинском детском садике. Задача для Сочи на ближайшую перспективу – полноценная казачья школа должна быть в каждом районе города. Пока же в Сочи 27 казачьих классов и 77 групп. Это почти 2,5 тысячи детей. К сожалению, сразу сделать казачью школу не удается, потому что школа становится казачьей только тогда, когда 50% класса становится казачьими, а их надо растить. И определены школы в Адлерском районе – 28-я и 49-я, 55-я школа в Хостинском районе и 81-я школа в Лазаревском районе. Ну и десятка, конечно, продолжает свою работу. Ну а после детского сада атаман кубанского казачьего войска Николай Далуда провел большую встречу с сочинскими казаками. Обсуждали текущие вопросы, проблемы и перспективы. Сегодня в городе более 1400 реестровых казаков. Они, как и казаки во всем крае, помогают в охране общественного порядка, госгранице и ведут важнейшую патриотическую работу с детьми и молодежью. Да, Николай Александрович посетил 83-й детский сад не так давно и был приятно удивлен. У нас казачья группа, которая, ну вот как говорят, не для галочки, а для души работает. С 2010 года эта группа принимает в свои ряды ребятишек 6-7 лет только по заявлению родителей. Функционирует там и творческий коллектив «Кубаночка». Дети изучают традиции нашего края, традиции кубанского казачества. Дети прекрасно знают регалии и кубанские, и российские, и сочинские. Ну и растут, конечно, гражданами нашего края, гражданами нашего города замечательного. Ну и раз уж зашла речь о детских садах, не могу не спросить об очередях в дошкольные учреждения. Как сегодня двигается очередь и в каких, может быть, районах, микрорайонах города она ощущается особенно остро? Тема тяжелая для обсуждения, тема тяжелая для решения. На сегодняшний день детского населения от нуля до семи лет у нас в городе 40 600 человек. Причем 23 тысячи детей стоят в очереди. А приблизительно 22 тысячи с небольшим посещают детские сады. Мы говорим о том, что все дети, к сожалению, в детский сад, открыто говорим об этом, попасть не могут. Потому что количество приезжающих семей в город Сочи, оно превышает всевозможные сроки строительства. Мы каждый год строим не менее одного детского сада, один-два детских сада. Вот в Совет Кваджи мы сдали детский сад до конца года, достроим на Мацесте детский сад на 120 мест. Каждый год у нас выполнение дорожной карты очень строго отслеживается. При этом, при всем мы не успеваем со строительством, это еще же и большие финансы, естественно, финансовые средства, финансовые вложения. Мы не успеваем строить детские сады для того, чтобы всем детям от трех лет хватало этих мест. Вот из 22 тысяч детей, которые сейчас находятся в детских садах, 21 с небольшим, это дети от трех до семи лет и от двух до трех тысяча триста человек. Помимо этого, у нас есть такая форма, как группа кратковременного воспитания для адаптации ребенка. К сожалению, большому она не решает проблему мамы или папы по выходу на работу, но это адаптация ребенка в детском коллективе и все занятия, показанные его возрасту. По дорожной карте, вот смотрите, за последние годы, да, вот прям последние-последние назову, в 2017 году мы ввели 620 мест, в 2018 490 мест и 520 планируем ввести в 2019 году. Что для этого делается? Мы подали уже в край пакета документов для включения в программу по строительству 7 детского сада на улице Октября в поселке Хоста. У нас там маленький детский сад, там 140 детей, строение барачного типа, 280 мест решить ситуацию, тем более по нынешним нормативам строительства. Мы посмотрим, что мы можем сделать по увеличению количества посещающих детей этот детский сад. Дальше у нас готовы проекты и уже поданы в край по строительству трех пристроек. Две из них в центральном районе к 35-му и 19-му детским садам и одна в 53-м детском саду, это Адлерский район, Чай-Совхоз. Ну вот все районы, которые я называла, они очень проблемные. В центральном районе это, конечно же, микрорайон КСМ, в очереди стоит порядка тысячи человек, а детский сад может принять с переуплотнением до 500 человек. В центральном районе в детских садах на Макаренко у нас приблизительно 1500 человек тоже с переуплотнением, в очереди остается 1300 человек. В Чай-Совхозе детский сад может принять чуть больше 400 человек, а в очереди стоит больше тысячи человек. Вот такие проблемные, ну Хоста вообще проблемный район, 1600 человек в очереди, стоит по микрорайонам Светлана, Бытха и Мацеста. Только в Лазаревском районе у нас решен этот вопрос, на сегодняшний день мы перестали уже строить там детские сады, мы полностью решили вопрос для детей от трех лет, никогда никому отказа не будет, даже если вы сейчас переедете в Лазаревский район. Будем надеяться, что и в остальных районах города ситуация будет такой же, или хотя бы похожей. К сожалению, этот вопрос не решается быстро, и к сожалению, это дорогостоящий вопрос. Ну и все-таки в завершении нашей программы хочется вернуться к теме общего образования. В этом году в Сочи появился класс только для девочек, он появился в 15-й гимназии, мне кажется, очень интересный проект. Расскажите, кому принадлежит идея, и как отбирались туда девчонки? Лига женщин МОЗДОБРА – это наша общественная организация с бессменным председателем Еленой Николаевной Пахомовой. Очень инициативная организация, она делает жизнь в городе ярче, интереснее, конечно. И вот такая идея родилась совместно с педагогическим коллективом 15-й гимназии – открыть класс только для девочек. Не могу сказать, что мы пионеры в этом вопросе, первопроходцы. Нет, в России есть такие классы, это не запрещено, это разрешено. И по результатам обученности, по результатам качества образования, по результатам всероссийских проверочных работ, в четвертом классе был сделан отбор. Конечно же, по заявлениям родителей были собраны девочки в класс 5-Л. Что такое «Л»? Очень часто задают вопрос. Да, что угодно, лидеры, леди. Да, это очень интересно. Возможно ли открытие класса для мальчиков? Думали на эту тему? Возможно, кадетский класс, почему нет, казачий класс в том числе. Возможно. Ну, конечно, надо наполнять такие классы каким-то контентом содержательным, который будет отличать с чем-то этот класс от всех остальных. Ну, например, наша леди будет изучать два иностранных языка – английский и немецкий, и международный этикет. Посмотрим, что можно сделать для мальчиков. Да, это хорошая идея. Спасибо, Ольга, она будет принадлежать вам. Здорово. А вам спасибо большое за очень интересный разговор. Рады были вас вновь видеть в нашей студии. Ну и с началом нового учебного года пусть он будет легким, насыщенным и интересным. Спасибо. Спасибо. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. До встречи в эфире.